В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Ирина Цепетова. Мы вспомним основные события, прошедших 7 дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. В России определили новые проекты для роста. В Сочи прошел Российский инвестиционный форум. Первое в этом году масштабное событие во внутренней экономической политике. Участие в форуме приняли свыше 4000 человек. Среди них представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Новый форум в Сочи, который открыл череду важнейших дискуссионных площадок в сфере экономической политики России, на самом деле давно знаком участникам. В прошлом году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании Международного инвестиционного форума Сочи в Российский инвестиционный форум. В отличие от форума 2016 года, где бизнес и власть обсуждали качество госуправления, мероприятия этого года посвятили теме наращивания экономического потенциала российских регионов. В рамках форума были заключены сотни соглашений. Одно из них о сотрудничестве подписано между администрацией Ненецкого округа и автономной некоммерческой организацией Агентства инвестиций в социальную сферу. Подписи под документом поставили губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин и исполнительный директор Агентства Илья Ковалев. Предполагается, что агентство будет содействовать привлечению инвестиций в осуществление проектов в Ненецком округе в сфере образования и дошкольного воспитания, здравоохранения, общественного питания, строительства и эксплуатации жилищного фонда ЖКХ для решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания подрастающего поколения в регионе. Кроме того, агентство готово содействовать передаче непрофильных функций социальных учреждений частным операторам, что позволит оптимизировать расходы бюджетных средств и повысить качество предоставляемых услуг населению. На сегодняшний день основным источником пополнения бюджета нашего региона остается добыча нефти. Два года назад мы взяли курс на изменение структуры экономики, движемся поэтапно по пути привлечения инвестиций в те отрасли, которые потенциально могут обеспечить экономический рост. Уверен, что подписанное соглашение позволит расширить возможности по созданию в регионе благоприятного инвестиционного климата, отметил Игорь Кошин. Особое внимание в округе уделяют и поддержке сельхозтоваропроизводителей, в частности, занимающихся молочным животноводством. Речь идет о предоставлении субсидий на 1 кг реализованного на территории Нинецкого округа или отгруженного на собственную переработку молока. Согласно новому порядку, субсидия предоставляется по ставке 50 рублей на 1 кг молока базисной жирности реализованного или отгруженного собственную переработку. С октября прошлого года ставка была около 87 рублей. Снижение размера окружной субсидии не должно повлиять на качестве и объемах продукции, уверены аграрии Силокоткина. Сельскохозяйственный кооператив «Рыбловецкий колхоз Сула» в новых экономических условиях не только не снижает производство, но и планирует завершить строительство новой фермы на 220 голуб. Молочная продукция, поступающая из Коткина, как и много лет назад, расходится в Наринмаре за считанные часы. О секретах сельского производства расскажет Валентина Чибичек. Валентина Чибичек. По этим трубам молоко поступает в ванну с фермы. Подоили, оно даже там не хранится. Нам приходит, здесь мы его принимаем. Только приняли. Пробу взяли и ведем в лабораторию проверять уже жир, все анализы молока проводим. Свежее молоко потом сепарируем на сепаратор через пастеризатор. Там же мы пастеризуем молоко в магазин. Сливки мы вот сегодня вот здесь уже кипятся. Вот эти сливки потом охладим, вылим во фляги и унесем в холодильник на созревание. Потом будем заносить их, вот у нас будет завтра сбойку. Будем вот туда заносить фляги 10 фляг. Накопили и взбиваем масло. Рядом со сливками зреет творог, заквашивается сметана и кисломолочные напитки. По соседству в холодильной камере созревает сыр. А это у нас новая продукция СПК Сула. Рассольный сыр «Сульский бриз». Первая попытка изготовления сыров на этом предприятии была предпринята еще в 1953 году. Так что можно сказать, что вот эти сыры – вторая попытка. Технология изготовления продукта еще отрабатывается. За основу взяты рецепты пяти рассольных сыров. Инициатором Алексей Игнатьевич, он давно уже пытается, года два назад, наверное, книжку мне привез, что читай, учи, будем пробовать сыр. Ну вот пока созревали, пока читали, потом поучились. Встали пробовать в Угличе, город Углич. Понравилось, вот начали делать. Готовую продукцию тут же фасуют. Антонина Помешкина могла бы работать и без весов, но стандарты надо соблюдать. Вручную разливаем по баночкам, взвешиваем. 250 грамм баночка. А если оказывается больше? Ну больше, вот ложечкой вот так вот убираем лишнее. Расфасованные баночки отправляются на аппарат, который запаивает крышки и проставляет дату. Надо отметить, что все пять работниц маслозавода – универсалы. Могут сепарировать молоко, сбивать масло, упаковывать готовый продукт. Такой подход позволяет работать семь дней в неделю, сменять друг друга во время отпусков и не снижать объёмы производства. А они не маленькие. В сметану делаем килограмм 70 в неделю. Кефиру тоже где-то до 100 килограмм делаем. А сейчас побольше у нас получается за счёт города. Творогу мы тоже варили. Вот три ванны варили, мы в сутки варили по 140 килограмм. В месяц вообще выходило по 38-36 килограмм. Ой, тон. Недостатка в рабочих руках нет. И что примечательно, на маслозавод идёт молодёжь. Анастасия Коткина пришла на завод по рекомендации своей мамы Антонины Помешкиной. В городе учёба закончила, сюда приехала, появилось здесь место, освободилась я, пришла сюда. Новичков непременно ведут опытные сотрудники. Например, Валентина Владимировна работает здесь уже 40 лет. От нас передаём свои знания им. Книжки читают, книжки привезла. Как всё так учатся? Постепенно. Постепенно, да. Передача знаний позволяет сохранять качество товара. Ведь его покупают во всех печёрских сёлах и на Рейнмаре. Но главный – судья и критик молочной продукции – жители Коткина. Очень покупаем. Регулярно. Нравится. Что вы сюда берёте? Ну, молочку мы всю берём. Так. Собственно производство так. Расширить ассортимент. Субтитры предоставлены. Субтитры предоставлены. Только за январь пришёл счёт на полтора миллиона рублей. А это больше 60% от суммы прибыли. По словам руководителя предприятия, за четыре года ферма ещё не испытывала таких трудностей. Первый год мы существовали за то, что нам возмещали, ну, убытки, покрывали нам убытки за счёт районного бюджета. Потом ввели субсидии, за счёт субсидий мы тоже неплохо, в принципе-то, жили. Среднегодовое поголовье на ферме насчитывает более 200 голов, из которых 77 – дойное стадо. Руководитель планирует увеличить поголовье для большей прибыли. Её планируют направить на ремонт техники и обновление тракторного парка. Но хватит ли на это средств в Великовисочном животноводческом комплексе не уверены. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушениям. Об этом гласит 42-я статья Конституции Российской Федерации. Есть и другие законы, гарантирующие человеку его экологические права. Их незнание порой приводит к печальным последствиям. Устранить пробел в правовом воспитании жителей Ненинского округа призван проект Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. На минувшей неделе представители организации провели в Наринмаре семинар-тренинг. Его цель – вовлечь в охрану окружающей среды как можно больше граждан, рассказать о том, что сохранность окружающей среды зависит от каждого из нас. В Ненинский округ пришёл большой проект. Крупнейшая международная организация всерьёз занялась вовлечением граждан в охрану окружающей среды. Цель организаторов проекта – дать участникам семинара первичную информацию. Потребительски относиться к тем природным ресурсам и богатствам, которые нас окружают, дальше уже невозможно. Не самая благоприятная экологическая обстановка требует действий, а именно охрана окружающей среды. И это дело каждого, будь то профильной общественной организации или отдельно взятый неравнодушный человек. У меня очень много будет вопросов в этом семинаре, поскольку я здесь живу, это мой дом, это моя земля, моя река. Мне многое не нравится, то, что у нас делается по берегам, что у нас не чистится река, что у нас пропадает рыба. В общем, очень много вопросов, и хотелось бы все это послушать, оценить, принять во внимание и донести до тех людей, с которыми я общаюсь. Дать ответы на вопросы жителей в регион в рамках семинара приехала Юлия Ягель, директор Центра по сохранению биоразнообразия традиционных знаний и правового просвещения хранителей, разработчик законопроектов в области защиты прав КМНС. Много лет Юлия Ягель занимается распространением знаний в области экологических прав граждан. В рамках трехдневного образовательного тренинга участники узнают о правовых и практических возможностях осуществления общественного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Очень интересные вопросы задают. Вы знаете, вплоть до того, что по изменению законодательства, потому что есть какие-то нормы, которые они пытались применить, но неприменимы по их мнению, по каким-то вопросам. Судебную практику спрашивают. Вы знаете, это уже говорит о том, что уровень знаний экологических прав граждан в вашем регионе уже радует. То есть он уже выше, чем мы, например, даже ожидали. Радует организаторов и уровень знаний, и само количество участников семинара. Тренеры убеждены в том, что охрана окружающей среды – это обязанность человека, и знания о ней он должен получать с малых лет. Тем особеннее и приятно, что проект заинтересовал студентов-экологов. Юлия Монзадея получает профессию по специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов». На тренинге черпает информацию, в том числе и для написания дипломной работы. На лекциях мы проходим теорию, то есть не совсем можем даже понять, это законодательную базу, правовые акты и судебные решения какие-либо, но мы это проходим, затрагиваем. Но на практике это, конечно, намного интереснее. Знания, которые получат участники семинара, в дальнейшем должны применяться для общественного контроля за охраной окружающей среды, будь то общественные слушания по обсуждению законодательных решений в области экологии, восстановления нарушенных экологических прав граждан или составления запроса на информацию о состоянии окружающей среды. По тому, как начался семинар, по тому, как люди стали уже активно задавать вопросы, чувствуется, что эта тема важная для них, и мы надеемся, что мы поможем. Ну, если не решить все вопросы, наверное, это невозможно, но, по крайней мере, дать ключи, дать механизмы к тому, чтобы в дальнейшем они смогли решить вопросы, связанные с их деятельностью непосредственно. В рамках проекта организаторы обсудили с участниками семинара и законодательные гарантии коренных малочисленных народов. В том числе речь шла о порядке отнесения к малым народам. Во времена Советского Союза каждый гражданин определял для себя национальность при получении паспорта в 16 лет. В большинстве случаев ее выбирали по отцу. В 90-е годы такая графа из документа исчезла. Сегодня в российском паспорте нет сведений о национальной принадлежности, так же, как и нет точных данных о количестве малых народов, проживающих на территории России и их представителях. Согласно последней переписи 2010 года, это более 240 тысяч человек. Инициаторы появления реестра коренных малочисленных народов не исключают. С появлением порядка отнесения к той или иной национальности это число увеличится. А предложенные поправки в федеральный закон позитивно отразятся на жизни, быте и будущем КМНС, отмечает тренер семинара, разработчик законопроектов в области защиты прав КМНС Юлия Ягель. С одной стороны, это сразу облегчит жизнь тех коренных малочисленных народов, которые не могут воспользоваться своими правами, в силу того, что не могут подтвердить свою национальность. Для кого-то процедура слишком сложна, для кого-то дорога, для кого-то... Ну, просто есть причины, по которым они не могут именно свою национальность подтвердить в суде или еще каким-то иным способом. То есть вот этот реестр, он, в общем-то, призван решить этот вопрос. То есть внести туда людей, которые обладают этим правом на пользование особыми льготами и преференциями коренных малочисленных народов. По словам вице-президента Ассоциации ЕСАВЭЙ Альберта Ордеева, для ненцев, проживающих в нашем регионе, нет особых проблем с подтверждением своей национальной принадлежности, тем более с представлением льгот и преференцией малым народам. Однако реестр КМНС считают важным документом, который лишний раз будет гарантировать поддержку представителям КМНС. В той же охоте, той же рыбодобыче. Потому что сейчас вот без ограничения можно для собственного потребления тоже рыбу добывать. Писал, пошел, это любительское разволосство. И так же и на охоту. И при оформлении, например, по возмещению затрат на... Ты заплатил на разрешение на ношение нестрельного, ты потом забираешь вот эти документы, подаешь в соцзащиту, и тебе его возмещают. Точно так же на выдачу прав на управление снегоходной техникой. По мнению президента Ассоциации ИСАВЭ Юрия Хатанзейского, создание реестра – это срочная мера. Помощь для оленеводов, охотников, рыбаков, всех тех, кто занят в традиционных отраслях хозяйствования. Коренные народы обязаны сохранить основы своего самобытного образа жизни, а для этого нужно иметь всеобъемлющий учет их потребностей и нужд. На самом деле здесь есть разумность в том, чтобы все-таки отнести туда людей, в этот реестр, людей, которые видят традиционный образ жизни. Потому что это их доход, это их жизнь, это их образ жизни. И наша задача все-таки, наверное, сохранить этих людей, чтобы у них был доступ к биоресурсам, чтобы они могли грамотно подойти к добыче, в том числе и с научной точки зрения, чтобы не было добычи без учета состояния окружающей среды, чтобы не улавливать хищнически, а чтобы все грамотно было. По словам депутата Госдумы, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григория Литкова, сегодня нет полного представления не только о количестве малых народов, но и о том, кто и в каком объеме осуществляет традиционные виды хозяйственной деятельности. Реестр КМНС устранит этот пробел и облегчит доступ к реализации гарантированных прав малых народов. В Нинецком округе прошел чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia. Наш регион стал официальным участником этого движения только в октябре 2016 года, поэтому состязания, организованные в соответствии со стандартами международной организации, прошли в Наринмаре впервые. В течение четырех дней 18 человек состязались в двух компетенциях – поварское дело и дошкольное воспитание. Победители смогут представить округ на отборочных соревнованиях Республики Якутия, а в случае победы – в финале национального чемпионата. Вот так по-своему с местным колоритом в столице региона дан старт чемпионату молодых профессионалов WorldSkills Russia. На сцене все те, кому посчастливилось стать частью этого международного движения. Среди них 18 участников. Они уже стали лучшими, они лучшие на курсе, лучшие в своей группе. На базе Центра развития ребенка, детского сада «Радуга» шесть будущих воспитателей боролись за звание лучшего в компетенции дошкольное образование. Нинецком аграрно-экономическом техникуме 12 ребят сразились в кулинарном поединке в компетенции «Поварское дело». За месяц до чемпионата нам присылают задание. Некоторые думают, что в задании указано конкретное что-то. Приготовьте брауни. Нет, такого нет. Там присылают задание с обязательным ингредиентом. И название – горячее блюдо. Обязательный ингредиент – курица. И тут уже начинает играть твоя фантазия вовсю. Тут ты начинаешь прям что-то думать, как бы ее подать, что-то сделать. И месяц уходит сначала на реализацию. Как-то придумываешь, что ты это делаешь. Потом ты это все воплощаешь в мечту. В конкурсный день расписан буквально по минутам. С самого утра на кухне кипит работа. За несколько часов участникам состязаний нужно приготовить три позиции. В качестве холодной закуски – рулет из птицы, на горячая рыба, на десерт – песочное печенье. Каждому участнику дан один обязательный ингредиент. Заявку на остальные конкурсант подал за неделю до состязаний. Поэтому что будет на тарелках в итоге, зависит только от фантазии участников. Одновременно на кухне находятся три конкурсанта и десять экспертов. Последние своим профессиональным взглядом оценивают ребят по различным критериям. Пять экспертов у нас на субъективных критериях оценки. Они оценивают внешний вид этого блюда, консистенцию этого блюда. Вообще смотрят, как им нравится, не нравится это блюдо. И далее объективных тоже пять человек у нас, которые замеряют температуру, вес и соответствие блюда меню. В аудитории стоит звенящая тишина. На лицах участников читается полная сосредоточенность. Первое блюдо, холодную закуску, нужно отдать уже к полудню. Эксперты строго отчитывают положенное время. Когда основной ингредиент и гарнир готовы, приходит время сервировки блюда. Мало только приготовить, нужно еще и красиво подать. После начинается самое интересное. Каждое блюдо подвергается оценке. Эксперты сначала взвешивают, затем измеряют температуру. А в соседней аудитории уже ждут трое оставшихся экспертов. Им повезло больше всех. Они будут дегустировать блюдо. Вы должны сейчас попробовать все это вместе. То есть взять курицу, самогнуть ее в соус, попробовать, как это будет соусом и с гарниром. Потом каждый ингредиент отдельно. То есть попробовали начиночку отдельно, попробовали мясо отдельно, попробовали гарнир отдельно. Там у нас, помните, да, есть? Отдельные вкусовые качества. И одну ведомость вы мне должны сегодня сдать. Стоит отметить, что все эксперты – профессионалы своего дела. Представители предприятий общественного питания. Жюри не знают, кто приготовил блюдо. Исключается полная предвзятость и заинтересованность. Свои оценки после дегустации эксперты фиксируют в специальных ведомостях. Все в соответствии с международными стандартами. Дегустаторы оценивают каждое блюдо на стиле, креативность подачи, общую гармонию вкуса и аромата, вкус каждого компонента и блюда в отдельности. Первые кулинарные шедевры пришли жюри по вкусу. По словам экспертов, уровень ребят их порадовал. А блюда по подаче и вкусу не уступают блюдам ресторанного меню. Можно взять на вооружение. Ребята используют соус, приготовленный из северной ягоды, который, в принципе, используется очень часто к дичи и в северной кухне. Поэтому, да, конечно, все может быть. И вот позади остались конкурсные задания, страх, волнение и ожидание результатов. На сцене Арктики огласили имена победителей первого регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. Участниками международного движения стали 18 молодых ребят-студентов образовательных учреждений округа. По результатам трех дней непростых состязаний эксперты определили тройки призеров в каждой компетенции. В поварском деле лучшим стал студент Нинецкого агроэкономического техникума Александр Найда. Заслужить этот статус было непросто. Самым сложным, по словам Александра, было сохранять спокойствие. Были моменты, когда все шло не так, как было запланировано. И с виду, если мне эксперты говорили, что сохранял спокойствие, я был прям спокоен. Но внутри у меня прям творилось, я не знаю, как это описать, что у меня прям... Ты ожидал вот такого результата? Хотя бы чувствовал, что ты войдешь в тройку. Ну, я думал, да, что войду в тройку, но чем ближе к конкурсу подходило время, чем больше я наблюдал за подготовкой соперников. Вот эта уверенность, что я буду в тройке, она так потухала, потухала. Вот все. Ну, на конкурсе она еще больше упала, эта уверенность, потому что все прям очень хорошо себя показали. Но все равно получилось. Получилось стать лучшей Яне Беркут, студентке социально-гуманитарного колледжа. Девушка превзошла своих соперниц и стала лучшей в компетенции дошкольное образование. Яне, как и другим участникам чемпионата, конкурсы показались сложными. Это и понятно, ведь все было организовано в соответствии с международными стандартами на высоком уровне. Победить будущему воспитателю помогла любовь к профессии. Специальность мне очень нравится. Я нашла себя. Даже сейчас этот конкурс мне дал возможность понять, что я все-таки в своей тарелке, так можно сказать, что это моя профессия. Влюбленные в свои профессии, победители регионального чемпионата совсем скоро отправятся в Якутию. С 20 по 26 марта там пройдут отборочные соревнования для участия в финале пятого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет уже в Краснодарском крае. В Якутию с ребятами отправятся и эксперты. Главный эксперт регионального чемпионата в компетенции «Поварское дело» Владимир Абрамов уверен, для ребят участия в подобных конкурсах – огромный стимул двигаться вперед. Это довольно-таки престижно для дальнейшего трудоустройства для них. Все-таки есть разница прийти с обычным дипломом или уже с сертификатом какого-то места призовое в этом чемпионате. С 2014 года мы вплотную начали заниматься именно этим движением. Я старался вывозить детей в другие регионы, чтобы показать, какой уровень в других регионах, какой уровень у нас. С 2014 года мы плотненько над этим работаем. Сейчас у нас довольно-таки хороший уровень. Я думаю, что победители этих соревнований у нас поедут в Якутию и покажут нам довольно-таки хорошие результаты. В Якутии соревнования пройдут на территории спортивного комплекса «Дохсун», где могут разместиться все компетенции. Всего в чемпионате примет участие около 2500 человек. Из них 535 конкурсантов, национальные и независимые эксперты, организаторы, участники деловой программы и гости чемпионата. Целью международного движения WorldSkills является популяризация и повышение престижа рабочих профессий. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте mtrksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин